Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск «Вести Крачаева Черкесия» в студии Дарья Тендит. Сегодня 82-я годовщина битвы за Кавказ. Глава Крачаева Черкесии Рашид Семрезов обратился к жителям по случаю исторической даты. 442 дня ожесточенной борьбы, линия фронтов в тысячи километров, миллион воинов и мирных жителей, отдавших свою жизнь за светлое будущее, свободу и независимость. Битва за Кавказ – одно из самых масштабных сражений Великой Отечественной войны, победа в которой далась советскому народу ценой колоссальных усилий. Гордость за великий подвиг живет и будет вечно жить в наших сердцах. А память о мужестве и безграничной преданности своей отчизне наших дедов мы обязательно сохраним для будущих поколений. Наша задача – служить и защищать. Житель Аула Псыша Базинского района Руслан Чикатуев с осени 2022 года доблестно несет службу, выполняя задачи специальной военной операции. Недавно наш земляк за мужество и отвагу был награжден медалью Суворова. Сейчас Руслан проходит реабилитацию после лечения и собирается продолжить службу. О боевом пути разведчика Чикатуева подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Только в армии я ощутил, что такое воинское братство, так как каждый из нас един в выполнении боевых задач и защиты нашего отечества, отмечает участник специальной военной операции Руслан Чикатуев. Он был призван на службу по мобилизации осень 2022 года. Попал в разведку, где продемонстрировал мужество и стойкость в отражении многочисленных атак противника. Наша задача – помочь российским войскам в продвижении вперед. И поэтому от каждого зависит выполнение поставленных задач. Их наступление, наша оборона и какая-то стычка там происходит один день. Пусть она не решает исход масштабный, но именно твое и их в этот момент надо победить. Надо отстоять, надо остаться, надо добить до конца. Вот так как-то. За проявленную отвагу и мужество Руслан Чикатуев был награжден медалью Суворова. Выполняя очередную боевую задачу, он получил множественное осколочное ранение правой ноги. Несмотря на боль, я всеми силами старался не оставлять занятую нами позицию, вспоминает Руслан. Сейчас участник СВО проходит реабилитацию и восстановление. Проходим реабилитацию. У нас доктора с пониманием, со всем сознанием дела к этому относятся. То есть проходим проверки, в динамике сравнивают, улучшения, ухудшения, нервные окончания, соединения. Как чувствуешь, так ходишь, как, что, как. Я, например, выехал оттуда, вода вообще ногой управлять не мог. Потом на хестелях, потом с палочкой. Сейчас как бы прихрамывая, если, ну как выразиться, неосторожно ногой как-то попользоваться, я могу там ощутить какой-то дискомфорт или еще как-то что-то, но уже, можно сказать, все хорошо. В период прохождения службы мы не только старались выполнять все поставленные боевые задачи, но и помогали местным жителям, которые часто нуждались в помощи. Каждый из нас потрет своей страны, и мы должны показать себя, как настоящие защитники, признается Руслан Чкатуев. Бывало, да, там, встретим местных жителей, да, каких-то, ну, увидели, да, там, как они, ну, чего-то там, ну, в чем-то нуждаются, да, там. Даже в дальнейших встречах, да, вот мы и их уже защищали, да, как своих, да, вот, то есть, как бы, ну, надо, старались всем помогать всегда. Нужно быстрее восстановиться и вернуться, чтобы оказать поддержку нашим бойцам, подытожил разведчик Руслан Чкатуев. Алихан Лепшоков, Миха Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия. В Черкесске стартовало анонсированное ранее благоустройство территорий вокруг Малого пруда парка «Зелёный остров». За процессом преображения популярного у людей места отдыха наблюдал корреспондент Артур Мхце. На протяжении многих десятилетий эта территория пользовалась огромной популярностью у жителей и гостей Черкеска. Глядя на пустующую прибрежную зону, даже не верится, что в былые времена здесь местечко свободного невозможно было найти. Победа в конкурсе «Малые города России» наверняка вернёт привлекательность в зоне отдыха вокруг Малого пруда в парке «Зелёный остров». В планах здесь на шести гектаров произвести следующие виды работ. Будут устроены пешеходные дорожки, будет игровочный парк планироваться для детей, детская игровая тропа, установка спортивных тренажёров, такая воркаут-зона. Проектам запланировано немало интересного, в том числе точки общепита, пункт проката различного инвентаря, светодиодное освещение по всей территории. Подрядная организация имеет за плечами успешный опыт реализации самых сложных дизайнерских решений. Среди них каскадная лестница в парке «Зелёный остров», фонтанная композиция в парке «Столетия Карачао-Черкесии» и многое другое. Чуть больше года назад разработчики проекта, общественники и представители мэрии Черкеска обсуждали обустройство лестницы со стороны улицы Розы-Люксембург, что позволило бы разгрузить основной вход в парк, а также создать удобство для маломобильных граждан. Неудобно ходить по такой лестнице, надо бы отремонтировать, было бы хорошо. Мы очень рады благоустройству территории малого пруда, это увеличит зону отдыха горожан, гостей республики, жителей республики. Но есть такой вопрос, это спуск в районе Розы-Люксембург, улицы вниз, как раз вот к малому пруду. Поступало в Народный фронт очень много обращений, в том числе и от инвалидов. Мы все знаем, что там лестница в ненормативном состоянии, аварийные деревья рядом, через протоку лежит какая-то плита малой ширины и беспоручней. По словам общественников, ранее с мэрией Черкеска была достигнута договоренность о том, что в процессе благоустройства малого пруда будет приведен в порядок и этот спуск. Улица Розы-Люксембург, с нее есть спуск на территорию малого пруда, на территорию вообще Зеленого острова. Планируется ли благоустройство и этого участка? Планируется благоустройство и этого участка тоже. Есть дизайн проекта лестницы, то есть там будут смотровые площадки обустроены, опять же освещение, то есть зоны отдыха, то есть человек мог поднимать, допустим, там, на лавочке, потому что пользуются как бы люди пожилого возраста. Проект будет реализован на условиях софинансирования из федерального, регионального и городского бюджетов. Планируемый срок завершения работ – первая половина 2025 года. Артур Мхцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия отправила очередной груз гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Более 7 тонн природы и минеральной воды Тиберда будет доставлено нашим бойцам в зону спецоперации. В этом году уже это четвертая грузовая машина с гуманитарным грузом, которая отправляется с предприятия «Астория», производящего воду. С инициативой выступил председатель Республиканской общественной организации Совет Старейшин Единый Энвер Радуханов. Транспорт для доставки груза был предоставлен войсковой частью станицы «Сторожевая». Вода доставляется бойцам на регулярной основе. За прошлый год в зону СВО было отправлено 12 грузовых машин с природной водой. В этот раз мы отправляем Нарзан, чистый Нарзан, Тиберда-4, который мы поставляем в сети во всей России. Мы вот выделили им Нарзан в этом году. Потому что в прошлом году, когда мы отправили 2-3 палета Нарзана, оттуда пришли запросы, пожалуйста, отправьте Нарзан. В каждом машине где-то по 5-7 тысяч бутылок воды. А в дальнейшем еще будем отправлять по мере надобности. Мы всегда обеспечивать будем водой. Сегодня день сотрудника органов следствия Российской Федерации. По случаю профессионального праздника, эксклюзивное интервью нашей программе дал руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской республике Николай Щепкин. Слово Светлане Шагановой, а я с вами прощаюсь. До завтра.